Сегодня мы рассматриваем шотландскую партию. Белые начинают. Е2, Е4. Черные Е7, Е5. Белые конь Ж1 на Ф3. Черные конь Б8 на С6. Д2, Д4. Эта попытка немедленной борьбы за центр не должна создать черным серверных трудностей, поскольку не было должным образом подготовлено. Е5 бьет Д4. Конь Ф3 бьет Д4. Здесь могут быть два варианта ответа за черных. Первый вариант. Конь Ж8 на Ф6. И второй вариант. Слон Ф8 на С5. Рассмотрим оба этих варианта. Итак. Четвертый ход черных. Конь Ж8 на Ф6. Немедленно атакует центральную пешку белых. Эта идея была предложена в 1865 году московским шахматистом Шмейдетом. Белые отвечают. Конь Б1 на С3. В случае чересчур активного хода белых Е5 может последовать. Конь бьет Е5. Ферзь Е2. Ферзь Е7. Конь Ф5. Ферзь Б4 и шах. Конь С3. И черный Д6 нападая на слона Ф5 и защищая коня. И белые просто остаются без пешки. Итак. Возвращаемся. Четвертый ход белых. Конь Б1 на С3. Слон Ф8 на Б4. Конь Д4 бьет коня на С6. В7 бьет С6. Слон Ф1 на Д3. Д7 Д5. Е4 бьет Д5. С6 бьет Д5. Короткая раппировка у белых. Короткая раппировка у черных. Слон С1 на Ж5. Слон С8 на Е6. Ферзь Д1 на Ф3. Слон Б4 уходит на Е7. Дополнительно защищая коня. Ладья А1 на Е1. Ладья А8 на Б8. Конь С3 на Д1. Защищая пешку Б2. Пешка С7 на С5. Черные добились приемлемой игры. Теперь рассмотрим альтернативный четвертый ход за черных. Слон Ф8 на С5. Белый отвечает. Слон С1 на Е3. Так как конь Д4 под угрозой. Ферзь Д8 на Ф6. Усилие выдавления на пункт Д4. Белые защищают коня. С2, С3. Конь Ж8 на Е7. Конь Д4 уходит на поле С2. Слон С5 бьет слона на Е3. Конь С2 бьет Е3. Ферзь Ф6 на Е5. Ферзь Д1 на Ф3. Черные делают короткую ругировку. Белые слон Ф1 на С4. Ферзь Ф7 на Е6. Конь Б1 на Д2. Слон С8 на Е6. Белые делают короткую ругировку. Черные ферзь Е5 на поле С5. Ферзь Ф3 на Е2. Конь Е7 на Ж6. Позиция практически равна. Теперь рассмотрим шотландский гамбит. Белые Е4. Черные Е5. Конь Ф3. Конь С6. Д2, Д4. Пешка Е5 бьет пешку Д4. Черные играют. Слон Ф1 на С4. Как и в других гамбитных системах, белые здесь с первых ходов стремятся к захвату инициативы. Жертвуя пешку. К острой игре идет ход четвертой. Пешка С3. После Д4 бьет С3. Конь бьет С3. Слон Б4. Белый слон на С4. Д7, Д6. Белые делают короткую ругировку. Черный слон бьет коня на С3. Пешка Б2 бьет С3. Конь Ф6. Белый играет Е4, Е5. И у белых за пешку активная игра. Впрочем, при аккуратной игре черных недостаточная для преимущества. Итак, возвращаемся. Четвертый ход белых. Слон Ф1 на С4. Черные отвечают. Слон Ф8 на С5. В ряде вариантов игра переносится на территорию других началов. В частности, если черные ответят четвертым ходом. Конь Ф6. То возникает положение защиты двух коней. Продолжаем. Пятый ход белых. Пешка С2 на С3. Сейчас наиболее разумным представляется пятый ход черных. Конь Ф6. При этом партия переходит на рельсы итальянской партии. Если черные на пятом ходу играют ДЦ. Белые отвечают. Слон бьет Ф7. Шах. В этом случае король бьет Ф7. Белый ферзь на Д5 дает шах. Король уходит на Ф8. Ферзь съедает слона. Объявляет шах. Черный отвечает Ф7. И белый ферзь съедает пешку С3. Достаточно компенсации. Еще один вариант разновидности шотландского гамбита. Это пятый ход черных. Не бьет пешка на С3. А пешка Д4 идет на Д3. В этом случае белые делают короткую рукировку. Черная пешка Д6. Белые атакуют слона Б2, Б4. Слон уходит на Б6. Белые продолжают А2, А4. А7, А6. Белые атакуют слона А4, А5. Слон уходит на А7. Белый ферзь становится на поле Б3. Атакует Ф7. Черный ферзь защищает Ф7. Ферзь Ф6. И позиция белых явно предпочтительной. В качестве примера шотландской партии проведем партию между соперниками Рибли и Имре, сыгранной в Венгрии в 1968 году. Белые Рибли, Е2, Е4. Черные, Е7, Е5. Конь Ф3, белые. Конь С6. Черные. Д2, Д4. Пешка Е5 бьет Д4. Пешка С2 на С3. Д4 бьет С3. Конь Б1 бьет С3. Черный слон Ф8 на Б4, связывая коня. Белый слон Ф1 на С4. Пешка Д7, Д6 черная. Короткая рокировка у белых. Черный слон бьет коня на С3. Пешка Б2 бьет С3. Черный конь Ж8 на Ф6. Пешка Е4 атакует коня на Ф6. Е4, Е5. Черный слон, черный, извините, конь бьет. Пешка на Е5. Неудачная реакция. С ней было ДЕ. Десятый ход. Белый конь Ф3 бьет Е5. Пешка Д6 бьет коня на Е5. Ферзь Д1 на Б3. Атакуя пункт Ф7. Черный ферзь защищает. Ферзь Д8 на Е7. Белый играет. Слон С1 на А3. Атакуется ферзь. Черный защищает ферзя. Пешка С7 на С5. Слон С4 объявляет шаг с поля Б5 черному королю. Черный слон С8 защищает короля. Слон С8 на Д7. Слон Б5 бьет Д7. Шаг. Ферзь Д7 бьет Д7. Слон А3 бьет С5. Конь Ф6 на Е4. Атакуя слона. Слон С5 возвращается на поле А3. Конь Е4 идет на поле Д2. Вилка. Ферзь Б3 идет на поле Б4. Конь Д2 бьет ладью на Ф1. Но это неудачный ход. Теперь черным не спастись. Надо было делать клинуру кировку им. Итак, 18-й ход белых. Ладья А1 на Д1. Как бы жертвой ладью. Но понятно, ее нельзя брать. Иначе будет мат на поле Е7. Поэтому черный играет. Ферзь Д7 на Е6. Белый играет. Ферзь Б4 на Б5 шаг. Практически единственный ход. Ферзь защищает короля. И становится на поле С6. Белый Ферзь Б5 бьет пешку Е5 шаг. Ферзь С6 опять-таки защищает короля на поле Е6. Ферзь Е5 бьет Ж7 шаг. Ферзь Б5 бьет пешку Е5 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 шаг.